здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился берите чашечку чая потому что будет много воды я прихожу с вами поговорить ну и открыть кое-какие секреты и очень важную информацию но вода наша воды будет много но вода наша живая вот чем эта вода отличается от той воды которую иногда льют в комментариях которые мой цензор удаляет огромное спасибо дай бог здоровья тем людям дай бог им благословить господних тем людям которые не ленятся пишут свое спасибо или даже просто отправляют сердечки с благодарностью это меня очень вдохновляет и появляется желание творить рассказывать и дальше делиться опытом сегодня я расскажу об очень страшной проблеме о вреде аналгина для здоровья прежде чем начать я хочу рассказать вам а вернее зачитать один комментарий который мне оставила под видео шок аспирин и что скрывают об этом внизу будет ссылочка на это видео там я получила такой комментарий вы знаете я всегда читаю все комментарии за исключением плохих плохие у меня мой цензор удаляет и правильно делает это островок добра любви и благодати мы должны быть здоровы красивы и радостны очень всякого нехорошего в интернете и так достаточно так что кто ищет скандалов идите идите на другой канал давайте спустимся вниз дорогие мои и что мы найдем вот надежда сейчас я ее вот так вот поближе сделаю посмотрите вот она приятная очень женщина леди шляпки в такой вот надежда написала мне вот такой комментарий на то где я писала что аспирин вреден для здоровья он не просто вреден он категорически его нельзя употреблять вовнутрь только маски что 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 я и делаю пишет надежда так моя мама умерла от саркомы же карте еще раз я хочу повторить что такое же карте желудочно-кишечный тракт саркома вы себе можете представить это страшная опухоль это как раз вот рак когда она застудилась я ей давала пить на голодный желудок она имеет ввиду надежда аспирин ну ацетил салицилку аспирин мама говорила что ее печет желудки но я откуда знала что я ей даю смерть себя тоже угробила пила на голодный желудок сейчас любые таблетки не могу принимать ну видимо не воспринимает уже организм только если принимается с едой или сразу после еды и я бы никогда не узнала если бы не сказал мне мой племянник ну видно он учится медицинском институте потому что слушайте дальше если бы не сказал мой племянник она пишет что на лекции врач сказал что от салицил салициловой кислоты делаются раковые язвочки я сейчас даже чувствую хотя так сейчас секундочку вот хотя пишут что они защищены пленкой кардио вот эти вот это вы про кардио да аспирин ну да любой аспирин вреден надежда любой ваш племянник прав и он правильно слушать лекции и правильный врач попался на лекции который это сказал но это так вот в подтверждение того что я говорила над в том видео внизу сделаю ссылочку кому интересно а теперь давайте поговорим про аналкин потому что это все хорошо что хорошо кончается а мне бы хотелось чтобы вы знали еще кое-что очень многие вот как только у них голова до сих пор уже в наше время зная о том что существует фармацевтическая мафия что существует просто договорники такие между многими я не говорю всеми упаси боже всеми иначе мы вообще лечиться не могли но горе врачами которые вместо того чтобы заниматься прямыми своими обязанностями лечением людей и изучением новых методов причем максимально оградить людей от химии занимаются тем что подписывают договора или вместе без даже без подписи с фармацевтическими компаниями или просто с какими-то бадами копаниями пустышками вместе зарабатывают деньги вот а таких людях даже у меня язык не поворачивается но я скажу это люди просто на чужой беде на здоровье нормальных людей здоровых людей делают их здоровых я имею ввиду здоровых инвалидами когда детям прописывают аналгин с аспирином мне становится просто жутко головка заболеть да голова болит у детей очень часто потому что череп растет мозг растет друзья мои вы же посмотрите черепную головку у ребенка который новорожденный и как и как в три года или в 5 лет или в 6 или в 7 посмотрите должна она немного болеть периодически должна сама по себе есть физиологический процесс бывает просто кислорода не хватает и либо с ребенком чаще надо гулять а иногда наоборот когда долго в лесу гуляешь переизбыток есть разные всякие варианты боли головной но почему сразу хватаетесь за аналгин и ведь давно доказано врачами что аналгин вреде доказано я имею ввиду медиками с большой буквы там где происходит изучение врачи давно твердят что категорически против таблеток аналгина главная причина даже не в том что садите печень хотя вы знаете печень это будущий рак понимаете если вы начинаете с химии вы садите печень причем аналгин прям как на наркотик можно подсесть чуть что болит и дальше же кроме как аналгин ничего не помогает а дальше можно усиливать дозу аналгетиков принимаете таблетку аналгина боль отступает потом опять аналгином снимает боль но через два-три часа вновь голова трещит и ломится это уже типичный симптом головной боли такой знаете обузусной состояние при избыточном употреблении лекарственных препаратов это сигнал что ваш организм не может уже обходиться без аналгетика что обязательно если вот у вас через 3-4 часа вот но никак и вы говорите это мигрень это мигрень а вы видели вообще как можно какие есть методы спасаться от головной боли если она связана и с чем нужно найти причину а не убивать эту боль в себе это сигнал понимаете какой-то на какой-то раздражитель вы должны выяснить что у вас почему головная боль идет а не убивать аналгином эту боль притуплять иначе потом вы вообще не сможете без этого обходиться если вы регулярно в день принимаете 4 таблетки 3 таблетки аналгина то вас можно считать анальгиновым наркоманом скажем скажем так ранее врачи аналгином в сочетании с амидопирином представляете такое сбивали высокую температуру вот такое было потом какой-то врач изучая что аналгин с амидопирином это было аж прямо до я не знаю до 90 она потом один врач какой-то стал проводить эксперименты и сегодня эту смесь прозвали ядом для крови но было поздно потому что уже очень многие заболели раком крови пока затрубили во все колокола и амидопирин этот просто отменили просто отменили вот представляете амидопирин с аналгином называли ядом крови а теперь пожалуйста так как вещества вот из этих лекарств даже по отдельности убивают лейкоциты причина в том что убийство идет лейкоцитов и еще раз повторю почему нельзя аналгин потому что он убивает лейкоциты вот по вот поэтому не просто нельзя аналгин потому что он ну нельзя его он садит печень нет потому что он убивает лейкоциты а это значит будет может быть рак крови рак крови очень тяжело лечить очень тяжело не менее опасно можно считать цитрамон это лекарство наносит большой вред крови а многие им также лечится там смесь нескольких ядов о котором я тоже говорила внизу в эту смесь также входят многие цивилизованные страны давно отказались от лечения этими лекарствами но в нашей стране и сегодня многие спасаются этими опасными лекарствами что же делать я имею ввиду в наши в нашем еще бывшем в снг бывшему ссср у нас все так же понимать а мы а наш воз все там же на том же месте чуть что заболела сразу у нас хватаются за аналгин вы скажете ну а что делать вот если болит и вот на слушайте ну во первых нужно я же говорю знать источник головная боль она часто сопровождается простудными заболеваниями да вы даже не знаете что вы уже заболели и в начале заболевания в начале если у вас простудой связано то смазывать ментоловым маслом можно лоб виски затылок можно делать смесь масел бальзамы я буду об этом говорить смотрите мои видео у меня там есть многие рецепты которые вам помогут дальше при сильной головной боли смазывать лоб и виски мякотью и ментол и мякоть лимона с кожурой прям прямо с кожурой дальше настой корицы это 1 восьмая чайной ложки на одну столовую ложку кипяченой горячей воды подсластить чуть-чуть потому что вообще сладкое не рекомендую когда вы болеете вообще сладко не рекомендую но при головной боли 30 минут настоять и принимать по два глотка через час можно из настоя корица сделать примочки на виски да масса есть народных таких вещей когда причина приступа например мигрени чаще всего что это нарушение кровообращения в некоторых участках мозга что делать что делать нужно и вообще еще мигрень может быть также признаком серьезного заболевания мозга кстати поэтому нужно конечно к врачу нужно серьезно проверить себя даже самому то есть вот пройти все эти на вещи которые связаны с мозгом проверить нет ли опухоли нет ли там еще чего то но главное чтобы вам не придумали а то бывает у нас очень часто придумывают какой-нибудь диагноз и начинают активно лечить лекарствами которые нужно продать в той или иной а быть аптеке с которой у них контракт поэтому в близлежащем районе например в данном районе 20 аптек все там понятно к врачу на прием пришли 40 больных все выписаны по списку пошли по аптекам все то есть и должны быть проданы именно эти лекарства вот так тоже многие работают поэтому смотрите если сильная у вас приступ мигрени очень хорошо проверить так горячие ножны и ванны иногда горячие компрессы на голову горячее питье питье должно быть обильно даже вот такой может быть вариант если у вас засорен кишечник нужно срочно почистить кишечник вы скажете а здесь живот и голова да вот ни при чем а при том при всем при этом кишечник загрязненный вот это вот разлагающиеся внутри кишечника остатки пищи пищи они дают токсины яды которые попадают через стенки кишечника в кровь и которые разносятся по всему человеческому телу и дают вот такие вот головные боли поэтому почистить кишечник если часть головы покраснела то на эту сторону надо класть холодные примочки ноги ставить в горячую воду вот это я почему часто паре ноги меня нет головных болей доктор колберт своей книги это четко описал я так и делал мне очень помогло а раньше много лет назад когда я этого еще не знала увлекалась даже сестрички говорила юлечка а что вот от головной боли а потом все стало все штудировать стала консультироваться с мамой звонить спрашивать мама то 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 а потом купила вот эту книгу профессора дона колберта и мы стали вместе обсуждать и все встала на свои места все вот просто парте ноги каждый день делайте это обязательно надо быть в движении не можете делать пробежки как я четыре километра вы можете делать прогулки делайте начинайте с пол километра потом 1 2 просто дышите значит начинайте открывайте окна дышите свежим воздухом неважно весна лето зима какое время года также делают компрессы на лоб и затылок из листьев лопуха ворсистой стороной капусты сирене обыкновенный я не знаю чай из веток багульника отвар крапива глухой у меня сто пятьдесят и пять рецептов если у меня болит голова понимать и все эти рецепты без аналкина если будет интересно то я обязательно конечно сделаю такое видео от головной боли что потому что мне очень хорошо еще помогать свежий сок калины с медом где-то от одной десертной до одной столовой ложки 3-4 раза в день до еды нужно употреблять и не меньше двух трех недель вот спазмы все эти не то что вот лечишь лечишь вот очень хорошо настой чабреца чабрец пью постоянно добавляю его почти во все свои чай очки настой травы зверобоя меня мне описали про зверобой берите эту травку и добавляйте делаете композиции обязательно добавляйте зверобойчик он очень помогает еще от головной боли что может помочь душица если у вас с перевозбуждением связано может быть травка мятки перечной именно и опять-таки трава зверобоя поровну вот душица мята перечная и травка зверобоя вот троечка вот это поровну вот ваш чай от головной боли все сейчас скажите а поскольку и да я чай пью пью и пью вообще жидкости очень много и потом если вы не пьете не разжижайте кровь если вы не пьете воды как можно больше пейте чаечки из малины из листочков малины разжижайте себе кровь там настоящая аспиринка которая поможет вам снять головной боль а сборы любые я готовлю так я беру одну столовую ложку сбора вот как я сказала вам три травки вот этой душица мята перечной зверобой беру одну столовую ложку сбора заливаю 200 миллилитров кипятка всегда нагреваю 15 минут на водяной бане чаще всего и принимаю если вот вы первый раз то начинаете от одной десертной ложке до полстакана три раза в день до еды в течение двух трех недель вы себя просто лечите вот это называется лечение вот и конечно же соки 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 обязательно свежий воздух и очень много воды жареное уберите раскислите свой организм следующий вариант это то что я когда себя раскисляю то есть я пью утром натощак у меня есть такие варианты в два месяца дней 10 я пью соду вот такой вот у меня бывает соду я кипятком заливаю и еще туда добавляю лимонного сока все перемешиваю у меня так лимонад шипучка получается и пью себе вот такая вот у меня система так что имейте ввиду аналгин может завести только в гроб больше никуда это вы посадите печень это вы испоганите свою кровь больше это никак не назовешь вот и все господь бог нам дал тело нам дал органы и сказал возьмите мудрость давайте ее возьмем вооружимся мудростью и тогда и тогда у нас все получится подумайте о своих близких также а я вас всех люблю будьте благословенны вы и ваши близкие дай бог вам здоровья мудрости и отвыкайте от лекарств отвыкайте это страшная отрава которая губит нас просто губит пока пока